На самом деле я хотел, и мы уже давно занимаемся этикой, я хотел просто какие-то новые выводы, связанные с пониманием добра и зла сделать, и кое-что там просто уточнить. Но вот мы когда обсуждали, и даже на нашем семинаре обсуждали определение добра и зла, получалось так, что добро является намерением совершить в отношении другого пользу. И на самом деле в нашем разговоре получалось так, что вот эту намеренность можно было понимать как сознательное совершение пользы. И вот получалось тут какое-то такое двоение получилось. Можно было бы говорить с одной стороны о воле, о том, что у меня есть некая воля, и я ее реализую, и в том, что совершаю в отношении другого пользу. А можно было бы говорить о том, что я совершаю в отношении другого пользу, но не как-то там случайным образом, да, а сознательно. То есть я сознательно совершаю в отношении другого пользу. Так вот вот эта ситуация, ситуация в сознательном совершении пользы, и ситуация осуществления своей воли, реализации воли, это разные ситуации. Если это продумать в тонкости, да, то ведь сознательность подразумевает что? Она подразумевает, что мы отдаем отчет, да, то есть что мы констатируем некую ситуацию. И констатированной ситуацией совсем не обязательно является волей. То есть она может быть просто пассивной констатацией. Что-то со мной происходит, и я это происходящее констатированно. И если я в этой констатации совершаю другому вред, или если я в этой констатации совершаю другому пользу, то это никакого отношения не имеет добру и зло. Скорее я просто являюсь некого рода стихией, да. Через меня проходит эта стихия. То есть я являюсь просто как бы некого рода рычагом, через который осуществляется некоторая речь. Другое дело, что у меня есть свобода, и если я совершаю кому-то вред, я могу остановить этот вред. То есть я могу, как в ситуации сознания, я пишу такое сознание в данном случае, оно означает, что я понимаю, что я совершаю вред, и я могу его остановить. Если у меня такая свобода остановить вред есть, то тогда возникает нечто большее, чем только сознательность. Я вообще в картошке бахнул. Возникает нечто большее, чем только сознательность. Возникает как бы моя воля, которая останавливает в текущем действии нечто. То есть некоторое мое действие. Или наоборот, да. То есть если я совершаю кому-то пользу, и я же могу это делать согласно некоторой случайности, то просто я случайно что-то делаю, и для кого-то это оказывается полезно. И только в том случае, если в своем осознании, что я для других совершаю пользу, я помимо прочего еще что-то делаю, совершаю какие-то активные действия, только тогда это действие становится добром. Иначе говоря, необходимо, как мне кажется, понимание добра и зла вот отличать просто пассивную сознательность и сознательность, в которой заключена воля, в которой заключена некоторого рода цель в виде перенечтения пользы, если мы говорим о добре. Причем мы понимаем волю в двух смыслах. И всякий раз, когда обсуждаем этот вопрос, первый смысл – это феноменальное понимание воли как преодоление некоторого рода препятствий и сопротивления. То есть если я, например, что-то делаю и не чувствую никакого сопротивления, никакого препятствия, то мы такие действия ведь не называем волей. Для нас это просто обычная жизнедеятельность. Мы там что-то делаем, но никаких усилий не прикладываем, и это для нас обычность. В этом как бы нет воли. И всякий раз, когда возникает некого рода препятствие, и даже когда это препятствие возникает с теми же самыми простыми действиями. Сходить покушать, но почему-то это так для меня сложно, я устал, мне не хочется вставать с кровати. И вот если я преодолеваю некоторого этого, это не внутреннее препятствие в данном случае, то вот эти вещи мы называем волей. Это один уровень воли. А второй уровень воли, он как раз является более высоким уровнем, и он связан с тем, что с постановкой цели. То есть мы называем волей нечто, наши действия, когда они связаны с реализацией некоторых наших целей. Понятное дело, что второе понимание воли, оно связано с первым. Потому что первое, просто феноменальное понимание воли. То есть всякий раз, когда есть преодоление препятствий, мы говорим о воле. А второе, оно связано с тем, что мы сознательно ставим перед собой некого-то рода цель, и сознательно стремимся эту цель реализовать. И вот как раз со вторым вот определение воли и связано определение добра и зела. То есть она связана с тем, что когда мы сознательно ставим некоторую роду цель, пользу или гре, соответственно, и стремимся ее реализовать. И здесь сознательности недостаточно. Но это вот первый разговор. Второй разговор. Я, честно говоря, не очень понял, почему ты так об этом подробно говоришь, потому что мне казалось, что с самого начала сама формулировка, что благо это сознательное принесение пользы другому, она же ведь предполагает, просто сама формулировка предполагает не то, что там как-то с другим, другому причинилась как-то польза. А я на это смотрю. Нет, с самого начала шла речь вот с самой формулировкой о том, что ставится цель принести пользу другому, и она как бы достигается. То есть мне казалось, что это как-то все с этим сомнено. А невозможно, что я просто ничего не делаю, просто я что-то не делаю, да и тем самым совершается некоторое родо зло. Невозможно. Я убрал руки из руля машины. машина летит на это. Я ничего не делаю, но на самом деле причиняю зло, убиваю людей, которые сидят сзади пассажира. Ну как, вы перестали управлять машиной, как вы ничего не делаете? Вот это и есть ваше деяние. Я имею ввиду о том, что можно созерцательной ситуацией быть. То есть неактивно, не преодолевая, что такое воля, как преодоление некоторого рода сопротивления. Можно не преодолевать никакого сопротивления, быть просто пассивным. Но понимать ситуацию, понимать, некого рода в некой сосредоточительности осознавать, что ты причиняешь зло. Хотя вот активно ничего не делаешь. Ничего не преодолеваешь. Боли тут нет. Тут есть только чистая пассивность такая. Я нахожусь в некой пассивной ситуации, сознаю, что я причиняю тем самым зло другим людям, но как бы ничего не делаю. И поэтому сознательности недостаточно. Нужно вот включение вот это. Нужно как бы сознательность с включенной активностью, вот с этим сопротивлением, ну сопротивление это феноменальный разговор, но с активной постановкой цели ее реализации. Это вся жизнедеятельность человека это активная постановка цели ее реализации. Но это неправда. Наша деятельность во многом созерцательная. Мы просто во многом живем в жизни просто созерцательной. Подтверждением тому являются тонны просто книжек по бизнесу и менеджменту основной смысл которых состоит в том, что ребята ставьте себе цели и достигайте их. Это на сотнях и на тысячах страницах разъясняется людям, а люди все не понимают и не понимают. Я-то как раз согласен с вашим вопросом, что зачем вообще любое действие человека это целенаправленное волевое действие? Нет. То есть автоматизмов нету и нету пассивности. Неужели мы никогда не сидели просто созрисательно и не смотрели просто в пространство? Я вот сижу просто, я поставил цель, я сижу а вот сейчас цель, я слушаю глаза моргайте это инсультируно. Не о том говоришь, что... Влад говорил о такой вещи, когда я ем, можно сказать, что это не волевой акт. Не волевой, это сил. Когда я ем. Не смотря, что ешь. Когда я ем что-то такое, терпимое скажешь. Когда я что-то ем такое, не кожа ем. много или немного созрисательно. Может быть, я примеры не очень... Влад говорит, не про морганье речь идет, а о том, что у нас видно, вот этот странный феномен, мы действительно в некоторой жизни своей идем, это постуки, которые трудно назвать волевыми. Ну, хочется спать, сплю, хочется есть, ем и так далее. То есть здесь нет преодоления, да, в таких вещах? Ну, много таких постук. То есть это не воля. Да. Понятно, что это не морганье с одной стороны. Это не морганье неудачное. Не автоматическое некое действие. Ну, вот наша жизнь вот так устроена. Ну, как это инстинкты по самосохранению. То есть почему мы ложимся спать? Ну, нет. Я не думаю, что инстинкты по самосохранению. Ну, это как-то... Это как-то... Не знаю, как вы. Я иногда ем не потому что, а просто в качестве досуга. Вроде досуга у меня. Какой досуга? Это способ поднять настроение. Не потому что я от себя снижаюсь. Я снижаюсь на самосохранение. Нет, просто этот вопрос важный, потому что сейчас-то ведь как вот у нас в этике ставят вопрос? Если... Достаточно ведь просто сознательности. Допустим, христианин, да? Как он называет себя христианином? Если он прочитал Евангелие, осознал, что... Ну, допустим. Прочитал Евангелие, осознал, что это истина. И все. Ничего делать ведь не надо. Не надо же следовать там тем принципам, которые говорятся там. Попытаться что-то сделать. Достаточно просто понять, как бы и сказать – это правда. И все. И дальше жить в своей жизни. Но смысл прочитанного им Евангелия как раз состоит в том, что нужно соблюдать определенные заповеди. Нужной действий, скажи прямо. Смыслом прочитанного состоит в том, что ему нужно действий в соответствии с прочитанными. У частых людей считает, что достаточно просто сознательно к этому отнестись и пассивно. И пассивно дальше продолжать жить, ничего не изменяя своей жизни. То есть, как книжку прочитал, согласился, что эта книжка интересная и пошел жить дальше. Надо делать всякие полезные вещи, поститься и молиться. Надо просто активно жить. Здесь везде разговор к тому, что в этике обязательно есть некое предъявление, требование к воле. Надо как-то свою волю проявлять, надо быть активным и волевым. Без этого этики нет. Если мы находимся в созрисцательной позиции, то есть, если нашей воли нет, а просто есть некое обстояние жизни. Мы живем полуавтоматически, не автоматически, если мы созрисцаем, что-то созрисцаем. Как-то мы просто пассивно в этой жизни расположились. В этом никакой этики нет, это просто некая нейтральность. Так. 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 Так.